Приветствую вас. Время-времени вы любите поговорить о том, как надо бороться с коррупцией. Я хочу рассказать один пример, как в Украине боролись с коррупцией, к чему это привело. Причем, что это реальный случай. Ну, я думаю, вы такие примеры можете сам рассказать много. Ну, я просто привожу пример истории с девочкой Оль. Зовут ее не так, но это не принципиально. Она, конечно, уже не девочка, скажем, бабушка, не внучка. Маленькая, из роты уже сын. Но эта девочка Оля действительно в 1988 году закончила Киевский институт народного хозяйства. После этого начала работать в облсполкоме, ну, из украинских областей. Еще была у СССР. Ну, там стала Украина, и вот она продолжала работать. То есть она фактически всю жизнь работала как бы госчиновник, ну, такой местной власти. Причем прикучную, при Ющенко, произвлеченной власти, соответственно. Да, действительно, ну, как бы, ну, какую-то карьеру она сделала. Там стала, ой, по-моему, то ли департамент, то ли управление начальниками. И, в принципе, понятно, что председатель исполкома губернатора она стать не может. Ну, вот, и все было-было-было, пока, ну, скажем, вот так, не пришло такое событие. Все как всегда. Местная власть решила поремонтировать социальную сферу, то есть имеется в виду школу. Выделила деньги, провела тендер, все как положено. Ну, после капремонта, врача капремонта, одна из школ умудрилась, ну, стена упала, грубо говоря. Ну, понятно, что сразу тут, как, что там, проверяющие. Ну, начали проводить расследование. Коррупция. Ну, действительно, выделяются деньги, и, в общем-то, как же это можно было делать капремонт, если, ну... По результатам проверки, следователи, проанализировавшие все факты, собравшие все доказательства, арестовали уволю. Да, действительно, взяли подарок. Почему? Ну, вы сами понимаете, что такого рода, как бы, госденьги, или, скажем, местные деньги, выделяются согласно тендерам. Ну, а для этого и тендерный комитет, состоящий из самых уважаемых людей области. А Аполлия была секретарем. Почему секретарем? Ну, потому что подолженство. Она была секретарь тендерного комитета. Так вот, следовательно, проанализировавший весь список тендерного комитета, пришли к этому, председатель в нее никакого отношения не имеет, там, члены в нее не имеют. А вот секретарь, который по роду своей деятельности, как вы сами понимаете, занимался исключительно технической, то есть он не то, что не принимал решения, он не имел право даже пискнуть, кому отдать деньги. Даже пискнуть. То вы же сами понимаете, ее функция была как? Положить бумажки, собрать и, что называется, подписать то, кто выиграл. И понятное дело, как вы сами понимаете, что несложно понять, что выиграли какие-то там левые прокладки, прогонки, кто угодно. Компания очень сомнитна, но эти тоже. В результате арестовали Ольгу. Но если арестовали, понимаете, вы даже не представляете, как это все с 2015 года, что-то, например, в 2014 началось с 2015 года. Боже, как независимые средства массовой информации и все борцы с коррупцией восприняли, там, начали идти, пошло. Наконец-то, вот, при злочинной владе никогда теперь скрыли коррупционеров, арестовали, коррупционеры арестованы. Ура, ура, ура. О-о-о-о. Рассказывали, что был вообще курьез. Ну, вы же понимаете, арестовали. Соответственно, надо же сделать обыск. И приехала бригада, обыск, причем маски-шоу, бронежилеты, все как положено. Ну, курьеза заключается в том, что Оля действительно, ну, как бы, ну, у нас-то, конечно, работала, но она обычный госчиновник. У него, скажем так, вот, у нас жила всю жизнь в обычной хрущевке или там, чешке. Так и не жила. Тем более, что там и сын, и внучка жила. Вот, представляете, вот, проезжает в бронежилетах, маски-шоу, даже киношников приходит. Там, правда, киношники ошарашились, типа, ну, шо ж тут снимать-то уже, ну, коррупционера как-то не тянет, просто. Но, все, дальше. Самое смешное, что больше всего, как бы, ну, там, смущался, пиарился, показывал в том, что, вот, наконец-то, коррупция и покончена. Представьте, отендор на комитете. Да, да, да. Вот он выступал, давал интервью, рассказывал. А как же? Пока. Чем-то закончилось? Ну, печально довольно закончилось. Ну, как печально? Ну, больше года. Вот, представьте, еще, смотрите. Бабушка, ну, представляете, больше, ну, мама. Ну, да, она, в принципе, конечно же планировала доработать до пенсии и уйти на пенсию. У чего-то просидел в СИЗУ. Да. Да, в настоящем СИЗУ. Серьез. В конечном итоге закончилось тем, что был суд, нет, суд был, а как говорится? Ну, надо же борьба с коррупцией. Единственное, что далее, есть срок условно. Ну, что значит условно? Естественно, что с работы и уволили. Значит, уже даже то, что она там, китинку, то надеялась на пенсию, это быть не может. И, как вы понимаете, какая у нее может быть работа? Никакого. То есть, грубо говоря, действительно, человек остался без работы, без, ну, без ничего. Мало того, понимаете, если бы это может быть какой-то большой город, то так получается у сына. Конечно, ну, хочет уезжать, уже, толком же. Плюс, у мужа тоже нормально работы нет. Ну, как бы, у него работа есть, но он понимает, что, ну, начинает. То есть, получилось, что с нее сделали некую крайнюю, такую, коррупционера, пропиарились, и все успешно. Ну, мы сами догадываемся, что произошло. Все эти пацаны, когда приятели проверяющие, что откупили. Ну, просто там, ой, мляя, это все банально, все эти СБУшники, БУшники, продажные люди за взятку, что хоть делают. Ну, понятно, что им надо было найти крайнюю. А то они нашли крайнюю, действительно, секретаря тендерного комитета, который вообще не брал. Понимаете? Поэтому еще раз говорю. Когда у нас, вы читаете какое-то сообщение, вот, взяли коррупционера, так дальше, чаще всего берут табу, кто не мог откупить. Я не шучу. Кто откупился, все, вот, настоящие взяточники, коррупционеры, они всегда входят в чистый мир. А вот, кто не берет, не может откупиться, купить себе. Ну, а соображать. Так что берите, ребята, берите, берите больше.